В Новотроицком ледовом дворце «Победа» прошло яркое масштабное событие – турнир по хоккею на Кубок Уральской стали. Загорским трубным заводом входит в единый вертикально интегрированный холдинг. Красивые торжественные открытия и закрытия, зрелищные поединки, волнение болельщиков – так запомнится новотройчанам этот праздник спорта. Между собой сыграли команды новотроицких металлургов «Уральская сталь» и магнитогорских ММК, подмосковных трубопрокатчиков «ЗТЗ» и новотроицких горняков «Акерман». Хоккеисты встретились в ходе четырех поединков. Турнир по хоккею торжественно открыл управляющий директор «Уральской стали» Ильдар Искаков. Для нас хоккей – один из самых любимых мидовских. В нем существует соревновательный дух, мужество и дружба. Для участников команды – это еще и победы с трудей на ледовом площадке. Открывая турнир, я хочу пожелать нашим командам красивой, яркой, безопасной внутри. Во всем нам, чтобы огромное удовольствие. Первыми на лед вышли команды «Уральская сталь» и ММК. Металлурги новотроицка одержали победу со счетом 7-3. Ну вот райчане убегают вперед, делают передачу. Очень долгая была оборона. И я думаю, что поменяются хоккеисты «Уральской стали». Но этого в итоге не потребовалось. Потому что седьмая шайба побывала... Седьмая шайба побывала в воротах команды ММК. И это уже серьезная заявка на победу в сегодняшнем матче. Опыт получили. Команда с другой области, новый опыт. Достойная команда. Даже в конце нас поджали немножко. Они нарастили темп. Наша команда выиграла. Ребята постарались. В поединке между Загорским трубным заводом и Акерман выиграли новотроичане. 4-5. Бросок в исполнении 11 номера Дмитрий Барышников. Контратака. Ответная атака команды Акерман. И шайба в ворота. В следующей игре команда Загорского трубного завода выиграла Металлургов из Магнитогорска со счетом 5-3. Вот это уже Дмитрий Расторгуев. И вот это действительно опасно. Ой-ой-ой-ой-ой. Великолепно. Великолепное исполнение. Таким образом, третье место у ЗТЗ, у ММК четвертое. В борьбе за первое и второе места боролись команды Уральской стали и Акерман. В ходе четырех поединков победителем стала команда Металлургов Уральская сталь. Лучшим нападающим признан Дмитрий Расторгуев из ЗТЗ. Защитником Сергей Илюшкин, капитан команды Уральская сталь. Вратарем Дмитрий Ищенко, ММК «Факел». Победила дружба, хороший турнир, спасибо организаторам, спасибо нашему руководству, что позволили так организоваться, команде. Мы, так сказать, только начинающие команды. Это первый сезон наш. У нас еще все впереди. Соперник сегодня был, конечно, немного мастеровите, но мы сражались до последних минут. Счет 5-3. Немножко не повезло. Торжественное закрытие мероприятий и награждение победителей состоялось в этот же день после финальной игры. Победители и призеры отмечены кубками, изготовленными работниками комбината, а также памятными подарками. Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых санитарных норм и собрало около тысячи болельщиков. Ледовый дворец «Победа» был открыт в Новотроицке в 2015 году при участии металлургов. В рамках социально-экономического партнерства с регионом и городом на его строительство комбинат направил порядка 300 миллионов рублей. В очередной раз «Уральская сталь» устроила праздник спорта.